Напомню, что сегодня 17 марта, по народному календарю Герасим. Грачевник издавна считается, на Герасима из теплых стран возвращаются грачи, а с ними весна летит. И в этой примете есть доля истины. Ну так, во всяком случае, считают некоторые специалисты. Ну что же там с грачами-то? Какая будет дальше весна? Весна пришла на три недели раньше. Грачи прилететь не успели. Во всяком случае, в лесу мы их не нашли. Узнаем погоду на ближайшие два месяца по ручным грачам. Знакомьтесь, грач Надя. Живет у людей всего полгода, а уже помогает погоду предсказывать. И судя по ее поведению, весна пришла не окончательно. Сначала, что ведет себя более буйно. Она сидит на своей любимой жердочке и смотрит куда-нибудь ее вдаль и кричит часто. Такое обычно бывает незадолго до похолодания. Хозяйка Милана своему грачу верит больше, чем метеорологам. Поэтому не торопится убирать в шкаф теплую куртку. Будут еще и заморозки, и дожди. В этом грач Григорий уверен на все сто. Он хоть и молодой, но уже метеозависимый. Третий день кричит безумовку. К дождю, говорит хозяин. Грачи гролят, грозу хвалят. А еще Гриша, который день есть, отказывается. И это тоже верный признак пасмурной погоды. Когда изменяется резко давление, голова кружится, и сердце не так стусит. Поэтому и не кушает. Аппетита нет. Вот и грач Рикки ранней весне не доверяет. В хорошую погоду он летает по квартире. Но с начала марта из клетки ни ногой. Перед дождливой погодой, когда на улице пасмурно, то есть дождь еще, может, не начался, а уже облака, птица менее активна, больше старается сидеть, отдыхать в клетке. Но хозяин Рикки оптимист. Вместо того, чтобы расстраиваться, решил птицу разыграть. Тем более есть примета. Грач играет, тепло зазывает. Ой, Рик. Молодец. И ведь сработало. Рикки даже согласился пойти на прогулку. И как только из дома вышел, выглянуло солнце. Нина Радченко, Сергей Фаленда, Шантей Сабитов. Волгоград, Москва. Первый канал.